Западная Европа Вторая часть этих соединений неорганический остаток Например водород, хлор, гидроксил Уксусную кислоту представляли состоящие из радикала ацетила И неорганического остатка гидроксила На смену теории радикалов пришла теория типов Развел эту теорию видный французский химик Шарль Жерар По этой теории формулы органических веществ Выводили из четырех типов простых неорганических веществ Водорода, воды, аммиака, хлороводорода При замене в этих основных типах атомов водорода радикалами Получаются формулы различных органических соединений По теории типов молекула как бы здание В котором можно одни детали заменить другими Не нарушив общего типа Ведь не изменится же тип здания Если деревянные двери заменить железными А толевую крышу черепичной Теория типов позволила формально классифицировать органические соединения В то же время в России В Казани В Казанском университете Зарождались новые идеи о строении органических соединений Но пока здесь преподают органическую химию Как всюду в Европе У профессора органической химии Александра Михайловича Бутлерова Уже появились сомнения В правомерности существовавших в то время теорий Днем лекции, экзамены Работа в химической лаборатории Но после основной работы Которая проходила на глазах у всех Была еще другая работа Бутлеров занимался ею по ночам Когда становилось тихо в университетских коридорах Годы напряженных размышлений Опытов, раздумий Родилась новая теория В старинном немецком городе Шпейере В 1861 году На съезде естествоиспытателей и врачей Бутлеров сделал доклад Который впоследствии опубликовал в России О химическом строении веществ Но доклад не вызвал дискуссий Тогда они не спорили Не возражали Между тем, именно в этом докладе Бутлерова были впервые Сформулированы новые идеи О химическом строении Что же принципиально нового Внесла в науку теория Бутлерова? Теория типов говорила О порядке связей атомов в молекуле Ничего не известно Атомы в молекулах органических соединений Возражал Бутлеров Связаны друг с другом в определенном порядке Химическими связями Теория типов считала Свойства органических веществ Зависят от того Какому типу они принадлежат Бутлеров установил Свойства органических веществ Зависят от качественного И количественного состава Их молекул И химического строения Теория типов говорила Внутреннее строение молекул Непознаваемо Строение, возражал Бутлеров Можно изучить Химическими методами Теория типов утверждала Одно вещество Можно изобразить Несколькими формулами Например, хлоруксусную кислоту По теории типов Можно было бы написать Двояко Каждое вещество Возражал Бутлеров Имеет одну Определенную формулу строения Теория типов говорила Какой из типических формул Пользоваться Это вопрос удобства Рациональная формула Возражал Бутлеров Должна отражать строение Реально существующей молекулы Строение можно изучить Химическими методами В качестве примера Возьмем жидкость С точкой кипения 78 градусов Проведем ее Количественный Элементный анализ Для этого вещество сжигаем Количественно улавливая Продукты сгорания Двуокись углерода И пары воды Полученные данные Позволяют рассчитать Процентный состав Тот же процентный состав Получаем при анализе Другого вещества Газа с температурой кипения Минус 24 градуса Дальнейшими вычислениями Устанавливаем Что молекулы обоих веществ Состоят из двух атомов углерода Шести атомов водорода И одного атома кислорода Вычисленные и найденные Экспериментально Молекулярные массы Совпадают Сорок шесть углеродных единиц Молекулярный состав Одинаков Свойства различны Это изомеры Возможны две формулы Строения этих изомеров В этой формуле Все атомы водорода Равноценны Здесь один из атомов водорода Соединен с атомом углерода Через атом кислорода Как же обнаружить Этот особенный атом водорода Проведем опыт С жидким веществом Гидроксильная группа В формуле вещества Заставляет предположить Что оно может взаимодействовать С металлическим натрием Подобно воде С выделением водорода Опускаем натрий В сухую колбу Возьмем для опыта Два и девять десятых Миллилитра жидкости Масса которой Составляет Два и три десятых Грамма Или пять сотых Моля Начинается реакция Выделяется водород 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 собирается В газовой бюретке Остался натрий Не вступивший в реакцию Это значит Что взятая жидкость Прореагировала полностью Из пятисотых Моля жидкости Выделилось Около Пятисот Пятидесяти Миллилитров Водорода Следовательно Из одного Моля Выделится Полмоля Водорода Опыт Показал Что в молекуле Жидкости Один атом Водорода Связан Иначе Чем остальные У газообразного Вещества Ни один Из шести Атомов Водорода Не способен Замещаться Натрием Диметиловый эфир И этиловый спирт Изомеры Химические способы Установления структуры Дополняются Физическими методами Вы видите Спектрометр Ядерного Магнитного Резонанса Этот прибор Позволяет узнать Как связаны В молекуле Атомы водорода Положение и вид Сигналов Характерны Для определенных Групп атомов В молекулах Этанола И диметилового Эфира Другой современный Прибор Масс-спектрометр Вещество Вводится В систему Напуска В камере происходит Разрушение Исследуемого Вещества Под действием Электронного Удара Образующиеся Заряженные Осколки Ионы В зависимости От массы И заряда Отклоняются Магнитным полем По-разному Давая Масс-спектр Масс-спектр Регистрируется На диаграммной Ленте Осциллографа Лента Проявляется И спектр Расшифровывается Рентгеноструктурный Метод Дает прямую Информацию О расположении Атомов Как бы Фотографию Молекулы Рентгеновские Лучи При прохождении Через кристалл Дают На фотопленке Рентгенограмму Перед вами Расшифрованная Рентгенограмма Места Повышенной Электронной Плотности Указывают Расположение Атомов Они находятся Именно там Где им Надлежит Быть в соответствии Со структурной Формулой Вещества Классическая Теория Строения Создала Предпосылки Для рассмотрения Пространственного Расположения Органических Молекул Основа Учения О расположении Атомов В пространстве Тетраэдрическая Модель Углерода Предложенная Вант Гофом При замене Атомов Водорода В молекуле Метана На четыре Разных Заместителя Появляются Зеркальные Стереоизомеры Бутлеровская Теория Объясняет Также явление Динамической Изомерии Называемое Таутомерией Это явление Состоит в том Что один Структурный Изомер Переходит в другой И наоборот При определенных Условиях Между Таутомерами Устанавливается Динамическое Равновесие Развитием Классической Теории Строения Явилось Раскрытие Природы Валентных Связей Черточка В формуле Это пара Электронов А точнее Электронное Облако Облака С-электронов Шарообразны П-электроны Имеют форму Объемных Восьмерок Представим Расположение Трех П-облаков В пространстве В результате С-п-3 Гибридизации Электронные Облака Распределяются По углам Тетраэдра Химическая Связь Возникает При перекрывании Четырех Гибридизованных Облаков Атома Углерода С-электронами Водорода Зная Природу Химической Связи Можно Объяснить Почему Гидроксильный Атом Водорода Активен Электронная Пара Связи О-Аш Смещается По индукционному Механизму К кислороду И связь Его с водородом Ослабевает Индукционный Эффект Еще ярче Проявляется У замещенных Уксусных Кислот В молекуле Трихлоруксусной Кислоты Электронная Плотность Смещается В сторону Хлора Хотя Атомы Хлора Непосредственно С водородом Не связаны Связь Между Атомами Кислорода И атомом Водорода Резко Ослабляется Трихлоруксусная Кислота В 80 тысяч Раз сильнее Чем Уксусная Электронные Представления Помогают Также Понять Строение Бензола Здесь Углеродные Атомы Находятся В состоянии СП2 Гибридизации Два СП2 Облака Атома Углерода Связаны С такими же Облаками Соседних Атомов Углерода Третье СП2 Облака Каждого Атома Углерода Перекрывается С Электронным Облаком Водорода У каждого Атома Углерода Имеется Еще одно Негибридизованное П-электронное Облако Эти облака Располагаются Перпендикулярно Плоскости СП2 Гибридизованных Облаков Они образуют Общие Электронные Облака Пи-связи Волновые Свойства Электрона Объясняют Равноценность Всех Химических Связей В молекуле Бензола Теория Химического Строения Продолжает Развиваться Заслуга Бутлерова Не только В создании Новой Передовой Теории Он Обосновал Ее Экспериментально Объяснил На ее основе Данные Практической Химии Синтезировал Много Новых Органических Соединений Созданная В 1861 Году Великим Русским Химиком Александром Михайловичем Бутлеровым Теория Строения Служила И служит Стержнем Развития Органической Химии И фундаментом Многих Химических Производств Продолжение следует... Продолжение следует...